Ребята, всем привет! И сегодня мы с вами начнем изучать новый юнит, пятый, учебника Комаровой за пятый класс. Итак, comparing people, animals or tanks. Сравнение людей, животных или вещей. Итак, ребят, давайте посмотрим на содержание юнита быстренько, да? В рубрике словарный запас у нас будут adjectives to describe and compare people, animals or tanks, animals. Прилагательные для описания и сравнения людей с животных или вещей и просто животные. В рубрике грамматики у нас будут comparative and superlative adjectives, object pronouns. То есть сравнительные, превосходные, прилагательные и объектные местоимения. Skills. Какие навыки вы приобретете? Compare to people, animals or tanks. Compare three or more people, animals or tanks. Listen to survey questions and describe and description and a quiz. Read an entry from a reference book. Write an essay about city or country life. В общем-то, ребят, вы сравните, опять же, людей, животных и вещи. Три, не только два предмета или два человека, но и три. Послушайте вопросы опросника, описание и викторину сделайте. Прочитайте какую-то выдержку из справочника. Напишите эссе про жизнь в городе и в деревне. И в рубрике across the curriculum у нас будет science, наука, то есть естествознание, предмет естествознание. И в culture, sport, в рубрике культура, вместо культуры будет natural wonders in Northern Ireland. Природное чудо в Северной Ирландии. Итак, ребята, давайте посмотрим на маленькую викторину, которая тут нам предлагается, и перейдем к 25-му уроку. Итак, посмотрим на девочку. My best friend is clever, but she is a bit lazy. Can you describe your best friend? Мой лучший друг умный или моя лучшая подруга, да, может быть, в данном случае имеется в виду умная, но она немного ленивая. Можешь ли ты описать своего лучшего друга? И викторина. Look at the pictures and say who is. Посмотрите на картинку и скажите на картинки, да, и скажите, кто tall, short, высокий, низкий. Ну, ребята, я думаю, что можно на картинке A и B это показать, да, tall, высокий, short, низкий, talkative, разговорчивый, silent, молчаливый. Две девочки, да. Далее. Lazy, hardworking, ленивый и трудолюбивый. Ну, а это картинки H и G, да, friendly, unfriendly, дружелюбный, недружелюбный. Картинки E и F, young, old, молодой, старый. Картинки I, J. Далее, ребята, следующее. Задание второе. Can you name a television character who is? Можете ли вы назвать телевизионного героя? Кто? Funny, забавный, friendly, дружелюбный, lazy, ленивый, hardworking, трудолюбивый. Ну, ребята, это могут быть какие-то герои из телевизионных шоу, или, может быть, из мультиков, фильмов и так далее, да. Я думаю, тут вы уже сами разберетесь. Далее. Ну, например, Winnie the Pooh is friendly. Winnie the Pooh, дружелюбный, ну, или еще что-то такое, да. Далее. Can you name a television character who is? Можете ли вы назвать телевизионного героя, кто? Tall – высокий, short – короткий, то есть низкий, young – молодой и old – старый. Окей, ребята. Ну, и переходим к двадцать пятому уроку. Friends – друзья. Pronunciation and vocabulary – произношение и словарный запас. Listen to the words and match them for the pictures in exercise 3. Послушайте слова и соедините их с картинками в упражнение третьем. Итак, listen again and practice saying the words. Послушайте снова и попрактикуйтесь их говорить. И смотрим, например, talkative – разговорчивый, picture 3, картинка 3. Так, а где у нас третье упражнение? Давайте посмотрим. Так, ага, может быть, ребята, странно. Ну, ладно, хорошо. Итак, давайте переведем слова. Tall – высокий, good at sport, хорош в спорте. Friendly – дружелюбный, hardworking, трудолюбивый. Funny – забавный. Далее, или веселый, ребята. Второе задание. Find opposites and remember them. Найдите противоположности, противоположные, то есть по смыслу слова, и запомните их. Talkative – silent. Далее. Итак, tall – высокий, short – низкий. Good – хороший, bad – плохой. Friendly – дружелюбный. Unfriendly – недружелюбный. Hardworking – трудолюбивый. Lazy – ленивый. Funny – веселый. И serious – серьезный. Окей, ребята, переходим к третьему заданию. Listening – на аудирование. Послушайте. Look at this array and listen to Nairi. What are Nairi's answers? Посмотрите на опрос и послушайте Nairi. Какие ответы у Nairi. Ну что, давайте посмотрим на опрос и я вам расскажу, какие ответы дала Nairi. Итак, ребята, я вам предлагаю сейчас не послушать запись, а эту запись прочитать, чтобы в школе, когда вы запись эту услышали, вы уже могли эти слова узнать и понять их в аудиозаписи. Итак, первый вопрос легкий. Старше ли я, чем Намзин? Нет. Мы нам обоим по 12, но ее день рождения в марте, а мой день рождения в сентябре. Am I better at sport than Tamsin? I think we are the same. We are both good at sport. Лучше ли я в спорте, чем Tamsin? Я думаю, что мы одинаковы. Мы обе хороши в спорте. Am I more talkative than Tamsin? That's easy. She is more talkative than me. Более ли я разговорчивая, чем Tamsin? Это легко. Она более разговорчивая. Am I funnier than Tamsin? That's difficult. I think we are the same. Веселее ли я, чем Tamsin? Это сложно. Я думаю, мы одинаковы. Или, ребята, am I more hardworking than Tamsin? Более ли я трудолюбивая? Well, I think I'm more hardworking than her. But please don't tell Tamsin then that... Ну, я думаю, что я более трудолюбивая, говорит она. Но, пожалуйста, не говорите об этом Tamsin. Am I friendlier than Tamsin? I think she is friendlier than me. Дружелюбнее ли я, чем Tamsin? Я думаю, она дружелюбнее, чем я. And lastly... Am I taller than Tamsin? Yes, I'm taller than her. И последнее. Выше ли я, Tamsin? Да, я выше нее. Итак, ребята, ну, опрос мы с вами послушали. И давайте теперь попробуем ответить на эти вопросы. Итак, are you older than your friend? Ты старше, чем твой друг? Или подруга, да? Ну, в данном случае подруга. Tamsin. И ответ был we are the same. Мы одинакового возраста имеется в виду. Далее. Are you better at sport than your friend? Ты лучше в спорте, чем твой друг? И ответ тоже был, что они обе good at sport. Да, хороши в спорте обе, поэтому we are the same. Итак, are you more talkative than your friend? No, I'm not. Ты более разговорчивый, чем твой друг? Она говорит, нет, Tamsin более разговорчивый. Далее. Are you funnier than your friend? Ты веселее, чем твой друг? По-моему, она сказала, что... Ну-ка, вернемся к записи, ребята. Так. Она сказала, по-моему, что они обе веселые, поэтому we are the same. Далее. I am more hardworking than your friend. Ты более трудолюбивая. И ответ был yes, I am. Yes, I am. Далее. Are you friendlier than your friend? Ты дружелюбнее, чем твой друг? И ответ был no, I am not. Она сказала, что Tamsin дружелюбнее. Are you taller than your friend? Это вот я тоже... Так. Yes, I am taller, да? Она говорит, поэтому ответ в данном случае yes. Окей, ребят, давайте перейдем к четвертому заданию. Listen to Naira again and complete the sentences. Послушайте Naira снова и заполните предложение. Ребята, а между тем, пожалуйста, становитесь друзьями канала, подписывайтесь, чтобы не потеряться, ставьте лайки, если видео вам помогает. И, конечно же, делитесь видео и ссылкой на канал со своими друзьями, знакомыми, всем, кому он может помочь. Ребята, а также на канале есть разбор книг для чтения для пятого класса, шестого и других классов. Пожалуйста, обязательно их посмотрите. Там и Питер Пен, и другие книги очень интересные. Итак, ребята. Naira is the same age as Tamsin. Naira одного и того же возраста с Tamsin. Они одинакового возраста, да? Далее. Они обо всем по 12. They are both good at sport. Ну, так, значит, первое мы вставляем is. Второе. They are both good, да? Good at sport. Далее. Кто более разговорчивый? В данном случае Tamsin. Is more talkative than... И второе мы говорим Naira. Далее. The girls... 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 Так. The girls are both funny. Both. Да, мы вставляем слово обе девочки. Обе девочки веселые. Далее. Так. Naira is more hardworking than Tamsin. Да? Тут мы немножко поменяем местами. Сначала мы поставим Naira. А потом мы поставим Tamsin. Так, ребят, дайте я проверю, что Tamsin пишется правильно. Тamsin, да. Далее. But Tamsin is friendlier than Naira. Также. Tamsin is... Friendlier, дружелюбнее. Tamsin дружелюбнее, чем Naira. Да? Второе поставим слово Naira. Итак, ребята, и седьмое Naira is taller than her friend. Naira выше, чем ее друг. То есть вставляем слово is. Итак, ребята, grammar spot. Грамматика. Comparative adjectives. Сравнительное местоимение. И, ребята, мы видим, что для того, чтобы сравнить односложное местоимение, например, Naira is taller than Tamsin. Толл – это местоимение, состоящее из одного слога. Мы просто прибавляем окончание и А. Ребята, разбор этого правила есть в плейлисте английский элементарий, а также есть плейлист английский pre-intermediate. Это очень много там правил, которые вам могут пригодиться. Это очень короткие видео, буквально 2-3-4 минутки. Посмотрите. Итак, далее. Tamsin is more talkative than me. Tamsin – более разговорчивое, чем я. В данном случае мы пользуемся словом more и словом than – больше чем, потому что слово talkative – оно многосложное. Мы к нему уже не прибавляем окончание – и А, а мы просто говорим более, слово более. И далее. Are you better at sport than your friend? И в данном случае слово better является словом исключения. Good – это хороший, а лучшее, чтобы образовать сравнительную степень, нужно сказать так. Нужно сказать better. И потом самое лучшее будет the best. Так и нужно запомнить. Good – better – the best. Просто когда слово исключение попадается, вы должны знать его форму в сравнительной степени. Окей. И, ребята, давайте перейдем к пятому заданию. Tell your classmates about Nairi and Tamsin. Расскажите своим одноклассникам про Nairi и Tamsin. Например, Nairi and Tamsin are friends. They are both twelve. Nairi и Tamsin – друзья. Им обоим по двенадцать. Ну, что еще можно сказать, ребята, далее? Так. They are both – они обе. They are both good at sport. They are both are good at sport. They are both are good at sport. Tell him. Tamsin is more talkative than Nairi. They are both – так. They are both good at sport. They are both funny. Они обе веселые. Tell him. But Nairi is more hard-working. Tamsin is more friendlier. But Nairi is taller. Okay. They are both hard-working. Они обе трудолюбивые. Tamsin is friendlier. Tamsin – дружелюбнее. Тamsin – дружелюбнее. But Nairi is taller. Но Nairi – выше. Окей, ребята. И задание шестое. Complete this way about you and a friend. Don't show your classmate. То есть сейчас вы заполните этот же вопрос. Опросник про вас и вашего друга. Не показывайте своим одноклассникам. А потом работа с одноклассником. Work with a classmate. Ask and answer. То есть вам нужно задать. Вопросы и ответить на них. Ребята, например, ты старше, чем твой друг? Вы отвечаете. Да или нет? Ответы тут тоже есть. Ты лучше в спорте, чем твой друг? Отвечаете. И потом задаете по очереди эти же вопросы. Итак, ребята, задание седьмое. Speak about your classmate and his, her friend. Поговорите со своим одноклассником, по его или ее другим. Ну, то есть вы также должны суммировать всю информацию и рассказать ее. Например, my classmate Anne has got a friend. Моя одноклассница. Анна есть друг. Her name is Lena. Ее имя – Лена. Anne is, например, Anne is older than Lena. Анна старше, чем Лена. They are both good at sport. Они им все. Они обе хороши в спорте. И так далее, и так далее. Все обращаясь к тому же опроснику, как был про Наря и Тамзин. Далее, ребята. Восьмое задание. Listening. Итак, послушайте, посмотрите на картинке. О чем предложение? О Пите или о Бене? И задание под буквой B будет сразу. Listen again and write your answers. Бен или Пит. Послушайте снова и напишите ваши ответы. Бен или Пит. Ребята, давайте с вами опять же пойдем по тому же правилу. Мы прочитаем с вами текст про Бена и Пита. Посмотрим, кто из них на какой картинке. Итак, ребята. His chair is more comfortable. Его стул более комфортный. Смотрим. Чей? Наверное, Бена. Поэтому ответ будет первое – Бен. Бен. Далее. He is younger. Он младше. Смотрим на картинку, кто младше. Пит. Ему 11 лет, поэтому ответ будет Пит. Далее. His hair is shorter. His bag is bigger. Его волосы короче, его сумка больше. Третье, четвертое. Третье волосы короче – это будет Бен. И сумка больше – это Пит. Четвертое. Далее. He is better at drawing. Он лучше в рисовании. Пятое. И шестое. He is more hardworking. Он более трудолюбивый. Так, он лучше в рисовании. Пит. Он более трудолюбивый. Как это понять? Почему? Ну, ладно. Ребята, в любом случае, это тоже Пит. Далее. His hair is smaller. Его сумка меньше, но это понятно – Бен. His hair is longer. Его волосы длиннее. Это понятно – Пит. И his hair is older. Он старше. И это – Бен. То есть, вот такая аудиозапись, ребята. На уроке не растеряйтесь. Так, осталось совсем чуть-чуть, ребята. И make sentences about Ben and Pete with – составьте предложение про Бена и Пита, используя данные слова. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Смотрите другие видео с разбором книг для чтения и, конечно же, рабочих цитрадей. А также обязательно пересылайте это видео и ссылку на канал, тем, кому она может пригодиться. Так. Пит, Бен, is. Then, Пит, Бен, Пит. Давайте посмотрим. More comfortable. Более комфортный. Мы говорим о стуле. Итак, смотрим, чей стул более комфортный у Бена. Поэтому мы говорим «Бен's chair». То есть, смотрите. «Бен's chair» – апостров, потому что стул принадлежит… «Бену» – is more comfortable. More comfortable. Мы в данном случае используем слово more, когда сравниваем, потому что comfortable у нас многосложное прилагательное. More comfortable. Бен's chair is more comfortable than чем чей? Than Pete's. Чем стул Питера. Чем Питера. И в данном случае мы по второму сценарию пошли. Ребята, «Бен's chair» is more comfortable than Pete's. Далее. «Younger». Кто у нас младше? У нас Пит младше. Поэтому мы должны с вами написать, что… Так, вот тут я вам напишу. Пит – младше, чем Бен. И, ребята, в данном случае мы прибавили окончание «и», «ар», «янгэ», «младше», чтобы сравнить прилагательное, потому что просто слово односложное. «Янг». Далее «бэто» – слово исключение. «Бэто» – лучше. Мы говорили про рисунок. «Дроуин». Да, «дроуин». У Питера был рисунок получше. Поэтому, смотрите. Так, пойдем по вот этой схеме. Я вам смотрю, чтобы… Значит, Пит's drawing is… просто «из бэто». «Бэто» – слово исключение. Мы его запоминаем. «Дэн» – «вэнс». Так, надеюсь, все правильно. Далее, ребята. «Бэгэ» – больше. «Сумка». Да, у сумку, у Питера – больше. «Итс» – также. «Бэг» – «из бэгээнс». «Бэнс». Но, ребята, заметьте, что в слове «бэг» мы удвоили последнюю согласную. Перед тем, как прибавили окончание, слово было односложное, поэтому мы прибавляем окончание в сравнительной степени. Но удваиваем согласную, просто для того, чтобы слово не поменяло своего произношения, чтобы не было «бэгэ», а было бы, так бы и оставалось, «бэгэ», «бэгээнс». Далее, ребята, «smaller», «smaller», то есть «меньше». Ну, это понятно, тоже мы говорим про сумку. В сумку Ben's bag is smaller than Pits. Секундочку. Pits. Сумка Бена меньше, чем сумка Питера. Здесь ничего не меняем. Тут уже и так две буквки L. И прибавляем окончание ER. Longer. Волосы длиннее у Питера. Да, то есть, опять же. It's her. Is. Longer. Then Ben's. Then Ben's. Далее, older. Старше. Кто старше? Бен, да, старше. Поэтому так. Просто. Ben is older than Pits. Далее, ребята. И последнее. More hard working. У нас Pits. Да. Поэтому. Pits is more hard working than Ben. Ben. Как-то так. Ну, вот, да, ребята. Ben's bag is smaller than Pete's bag. Ну, тут уже есть пример, да. Не обязательно. Да, смотрите, мы тут с вами последнее слово не добавляли. Than Ben's hair. Ну, давайте мы с вами добавим. Так, ребята, смотрите, здесь у нас в примере в конце добавлено слово. То есть, например, сумка Бена меньше, чем сумка Пита. Поэтому, когда мы с вами писали Pete's hair is longer than Ben's, добавьте еще тоже hair или, например, там, Ben's chair is more comfortable than Pete's. Добавьте chair. Далее, что у нас было еще? Better, да. Pete's drawing is better than Ben's. Добавьте, опять же, drawing. Сделаем как в примере. Хотя можно сказать так и так, но лучше как в примере. Так, bigger, да. Pete's bag is bigger than Ben's. Bag. Добавьте, да. Smaller Ben's bag is smaller than Pete's bag. Так, longer там волосы. Тоже самое про волосы, да. Hair is longer than Ben's hair. Далее. Ну, только еще про волосы, да. Pete's hair is longer than Ben's hair. Все остальное прибавлять ничего больше не надо. Окей, ребята. Итак, writing. Письмо. Последнее. А, нет, почти последнее. Задание. Compare yourself with a friend or someone in your family. Сравните себя с кем-то в своей семье или с своим другом. Write seven or eight sentences. Напишите семь или восемь предложений. Например. My English file. Мой английский файл. My brother and I. Мой брат и я. Итак. My brother's name is Anton. I am younger than him. He is taller than me. Ну, ребята, давайте попробуем. Например, тут про брата уже написано. Вы можете также написать, если у вас есть сестра. My sister and I. Если у вас ни брата, ни сестры, можете написать my cousin. Двоюродный брат. My cousin. Cousin – это и брат, и и сестра. Мы двоюродные. My cousin and I. То есть выбирайте все, что угодно. И пишите. Например. My cousin's name is Misha. Например. He is older than me. Он. Или my cousin's name is Masha. То есть девочка, если это. Итак. He, если это она, то, конечно же, She is older than me. Ну, например, да? She is older than me. Далее. Вы сравниваете, вы можете сказать, что вы в чем-то одинаковые. We are both funny. Мы обе веселые. But. Например. Маша is или Миша. Кто у нас тут? Давайте так я про Мишу пишу. Миша is more hard working. Но Миша более трудолюбив. Далее. I'm. Например. Вы можете сказать, что я. Что у нас там еще было? Такие слова. Выше, чем Миша. Ну, например. I'm taller than Misha. We are both. Мы оба очень дружелюбные. Дружелюбные. Very friendly. Мы оба очень дружелюбные. Ну, и как-то так, ребят. Да, добавьте. Вот. Например. Миша is more talkative. Или. Миша is more, например. Какие еще тут мы брали с вами слова? Или просто. We are both good at sport. Да. Нам хорошо. Мы оба хорошо в спорте. Или если вы говорите, что кто-то один лучше в спорте. Миша is better at sport. Да. Миша лучше в спорте. Тогда уже не good, а меняем на better. Если кто-то лучше. И, окей, ребята. Какие-то вам подсказки для спеллинга. Написание. Видите. Big. Удваиваем буквку G. Да. Чтобы не менялось при изношении слова. Когда мы меняем степень сравнения, буквка G перед прибавлением окончания меняется. В словах, которые оканчиваются на букву Y, например, как funny, буквка Y меняется на букву I. И, ребята, задание 11. Check your English. Проверь свой английский. Write a list of comparative adjectives from these words. Напишите список сравнительных прилагательных из этих слов. Talkative. More talkative. Прибавляем more, потому что слово многосложное. Tall. Прибавляем окончание. И, а. Tall. Tall. Мы уже много раз встречали это слово. More talkative. More talkative. Tall. Good. Помним слово-исключение. Better. Далее. Friendly. Friendlier. Дружелюбнее. Буквку Y меняем на букву I. Ребята, заметьте, что вам могло бы показаться, что в слове friendly же два слога. Почему тогда мы не прибавляем слово more, а прибавляем окончание – и, а? Просто когда слова заканчиваются на букву I или на букву Y, мы, но двусложные слова заканчиваются на эти буковки, как friendly, два слога friendly, мы все равно его оставляем, как… берем за краткое слово, прибавляем окончание – и, а. Далее, hardworking – more hardworking, 20 – funnier, опять же, Y меняем на I, не забудьте поменять, old – older, здесь просто прибавляем окончание, букв никаких менять не надо, потому что слово заканчивается на две согласных, young – younger, прибавляем окончание, comfortable – more comfortable, long – longer, прибавляем просто окончание, потому что слово на две согласных заканчивается, short – то же самое история, shorter, а вот big – удваиваем, bigger, и small – smaller, smaller. Окей, ребята, итак, задание тринадцатое. Compare two of your favorite singers. Сравните два, двоих из ваших любимых певцов. Actors or sportsmen. Women using some of these words. Итак, сравните двое из ваших любимых певцов, актеров или спортсменов, может быть, sportsmen, sportswomen, ну, то есть спортсменок, используя эти слова. Young – tall, beautiful, strong, popular, good, at. Итак, young – молодой. Ну, и мы видим, что Jones is younger than Shakira, или Lady Gaga is younger than Madonna. Далее, tall – высокий. Не знаю, кто это высокий. Сейчас у нас там. Филипп Киркоров. Киркоров is taller – выше than, например, Максим Галкин. Beautiful – красивый. Например, вы можете сказать, что ну, вы сравниваете двоих, да? Поэтому, если когда вы сравниваете Йонсу и Шакиру или Lady Gaga и Мадонну, вам нужно и продолжать в этом про них говорить, да? Ну, например, не знаю, кто из них вышел, но, например, вы можете сказать, что Lady Gaga is more beautiful than Madonna. Ну, здесь суть в том, что нужно прибавить more, потому что слово многосложное. Strong – сильнее. Кто сильнее? Stronger – прибавляем окончание и – например. Да? Например, я не знаю, к примеру говорю. Lady Gaga is stronger than Madonna. Popular – популярный. Madonna is more popular than Lady Gaga. More – да, берем more. Good at, например, Lady Gaga is better, better, или, ну, нет, давайте скажем так. They are both good at singing. Они обе хороши в пене. А если вы хотите сказать, что кто-то лучше, говорите, что, ну, к примеру, да? Lady Gaga is better at singing. Тут меняем на better. Или если both, оставляем. Ребята, на этом все. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь. Всем счастливо, удачи, всем пока.